Осте Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам! Здравствуйте! Мир вам! Мы сюда пришли, как православные проповедники, людям рассказать о Христе, о спасении, чтобы после смерти в ад не попали, чтобы приняли Христа как своего личного спасителя. Так, интересно. У вас в доме есть Евангелие, Библия? Нет. Так это можно в любом храме взять. Это не так и дорого. Сколько стоит примерно? Ну, какая Библия? Если полная Библия, где-то 670 рублей. А Евангелие там бесплатно раздают. Ну, не очень дорого, да? Надо сходить взять. Конечно. Потому что как-то мне в советское время пришлось читать. Советские поехали, я не знаю, где-то в Лувре были во Франции, наверное. И картины смотрят, и ничего не понимают. Гид рассказывает. Они когда вернулись и говорят, вот мы были там в Дрезденской галереи, мы не знаем, потому что 90% сюжета взяты из Библии. Почему американским астронавтам, ученым не мешают знать Библию? Почему нам в стране советов мешает это? И никто им еще не ответил. А я знаю, почему боятся. Потому что Библия безбожника называет безумцем. Сказал безумец сердце своим, нет Бога. А дальше причина, они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. А пророк Исаия говорит, и злодействуют злодеи злодейски. Угнетают бедного. Все подобрали олигархи, все разворовали. 70 лет бесплатно работали, и все в Израиль и в Америку отправили. Но мы должны понять, что за грехи нас Бог наказывает. Должны быть спокойны, молиться, и Бог все сделает. Олигархи нам за грехи даны, да? Это наказание Господне. Такие клещи присосались. Что они олигархи-то? Богатым делаются люди, я знаю. Вот у нас мы деревню строим православную с нуля. Вот он поселился, ну, после университета. Отец помог ему корову купить. Дом построил. От коровы теленок. Телка растет, теперь у него две коровы и телята. И сегодня у него уже 36 коров. Но на это ушло 27 лет. А это так, пишет Березовский, Борис Абрамович. Там в Америке они распределяли, кому дели паски что дать, кому дать. А Абрамовичу делили страну там. Это наши ребята здесь, Чубайсу смотрящие. Главное-то здесь, говорит, не президент у нас, а Чубайс Анатолий. Это они там решают. И вот я, говорит, подошел к окну, а он чертежником был на ВАЗе там. И гляжу, стоит там 2500 автомобилей. Это все мои. И в одну ночь он спал, не знал, встал. Так не делать, это грабеж. Это бандитизм. Но Бог допустил. И чем закончил за Березовского? Одно только. Сам повесился или повесили. Один вопрос. А блудницы растащили имение. Все. Тем более, он на Абрамовича проиграл там 5 миллиардов сразу. Как проиграл? В карте? Нет. А что-то у них было, какое-то дело, они не открывают. И он в суд подал. А суд на Абрамовича перекинулся. И все. У него одни блудницы остались. Ну там, конечно, еще миллионы были. Но не, о миллиардах речи нет. И он тут добивался сместить Путина. А я как-то говорил. Знаете, я буду перечислять по пальцам. Вот считайте. Немцов Борис был против Путина? Был. Так, где он? Ну там же, где и Березовский. И любой, который поднимался. Вот возьмите, генерал этот был, Петров. Везде выступал, там то другое. Где он? Внезапно исчезает, умирает. Теперь Левашов Николай Академик, там с одним глазом был. Внезапно космическая энергия поразила. Ну и теперь Абрамович оттуда, это, Березовский. Путина сместить, Путина. Нет его нигде. Путина не надо трогать. Он на своем месте стоит. И вот они поднимались. Я даже не кого-то там, а это, Валерия Новодворская. А что я, какой, прости господи, лукавый, за язык дергал. Она начала против, на ноге палец заболел. В больницу взяли, уже не вышло. Ее жаба звали. И, как правило, этих людей сжигают в топках. И все. А чубайся, почему не приберет никак Господь? А вот так, понимаете. Вы знаете, Квачков, как его говорят, покушение неудачное было, да. Но это он вообще обозорил все спецслужбы. Как этот боевой офицер промахнулся? Да, ГРУ там, это проще. Полковник. Не об этом речь. Дело в том, что мы, вот мы верующие, у меня отец с матерью вдвоем полкласса не кончили. А у нас в семье 10 детей живых, 10. А было больше. И мы ни разу, а у отца, правда, руки не было с фронта, ни разу не слышали, чтобы они ругали власти. Мы мороженую картошку собирали, лебеду, рыжих там. И ни один, ни больного ребенка, ни одного не было. А где вы проживаете? Барнаул, Алтайский край. Ну, лето мы в деревне, мы деревню строим с нуля. Вот, как мы жили? А почему вы с нуля строите? Вы туда приехали? В России уничтожено, полностью стерто 21 тысяч сел. И 10 тысяч дышит наладо, на 1-2 человека. Мы приехали в свое село, там 20 лет пустырь был. Получили статус. И начали месить глину с соломой, с аман, и первый дом построили. А сейчас это настоящий, там, из кирпича, из леса строится. А откуда вы приехали? Не откуда, это наша страна. Ну, имеется в виду, откуда вы приехали в деревню строить? Откуда? Мы жили в Барнауле, а брат жил в Апрунзе. Нас 10 человек по миру размытало. А вы сейчас собрались и строите свой деревню? Нет, 3 человека приехали, 3. А, трое? Трое. А потом там услышали о нас, стали поддержать другие люди. Кто-то, мы в аргументах и фактах напечатали про нас. Поступило полторы тысячи заявок. Мы признали годными 3 человека. Кто приезжает, должен отвечать 5 параметрам. Первый, никогда не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Тогда первый разговор. Если средства построить, завести скотину. А в это время-то ни у кого ничего и не было. Мы в самый раздрай начали, в 91-м году. А в 91-м году по 97-й инфляции было 10 тысяч 70. Я судился и хорошо знаю это. А сейчас уже сколько домов? Да там, я не знаю, сколько сейчас домов-то. 25 примерно. А? Домов 25 примерно. Да, примерно так. Да не в каждом доме еще живут. Кто-то оказалось материться, Кто-то запил, кто-то. Ну, прессины разные. Это вышло замуж, выехало. Наш сейчас впереди. Но главное, что у нас учителя верующие, государственная школа. Дети под присмотром, они никуда не идут. И для воспитания детей лучшего места не найти. А почему никто больше не берется? Я вот, по милости Божией, образовел, организовал детский лагерь православный. Первую в стране. Это еще в 72-м году. И 45 лет был бессменным его начальником. Тысячи детей без помощи государства. Ни рубля не дали. А меня каждый год комиссия, санэпидемстанция, Роспотребнадзор долбили. И ничего не могли сделать. Не могли. Но... Вы создавали детский лагерь, да? Да, детский лагерь. 45 лет я начальник его. И когда нас блокировали власти, а дети с плакатами стояли на крышах и кричали, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. Это в каком году было? В 98-м. В 98-м? Это нападение. Это у нас ролики стоят. Вот у нас наши ресурсы. Во свете Библии открытым оком. Себе снимите, чтобы смотреть. У нас в Ютубе 14 тысяч роликов наших. Вот. Если к этим словам верхним подставить сайт, выйдите на сайт. Если форум, на форум. А внизу моя фамилия и имя. Это по скайпу. Когда вздумайте найти. Мы рассказываем о Христе. Нас Господь подвигнул. Мы живем отдельно. Нормальная, хорошая пища. Взаимоотношения, радости. Как-то приезжал к нам писатель Быков. Может быть, знаете, такой Дмитрий Львович. Он сейчас политический обозреватель в известиях. И вот он приехал к нам, услышал. Там на нас пишут хорошо. И он решил написать плохо. Его послали, откомандировали. А там про нас газета. Наша газета называлась какая-то. Профессор Эльвир Рогарюхин написал две статьи хороших. И он приехал с корреспондентом Гончаром. Ну и везде все расспрашивал. Но мы его проверили. Действительно так. У него командировочная. А мы не очень доверяем этому. Я позвонил в редакцию в Москву. Ответили. Это наши люди. Ну тогда так. Ходите по домам, спрашивайте. И вот он ко ним зашел. А она из Греции. Гречанка. Она разговаривает. Ах, как вы живете скучно-то. Вот воскресный день. Ну днем. Нет, шесть дней работаете. Это мы поняли. А как воскресенье? Она говорит. Ну как. Идем в храм. Храм построен. И мы молимся. Батюшка благословляет нас. Проповедь слушаем. Воскресенье у нас будет занятие по изучению Святой Библии. Это что, все? Да нет. У нас тут бывают соревнования. Футбол играем, волейбол. Там настольный теннис. Кроме того, купаемся. Идем ищем. Работать нельзя. Но собираем грибы. У нас много диких ягод. Рыбалка. Там фильмы такие у нас. Тогда фанатека была большая. Там фильмов, наверное, 300. Он говорит. Так у нас в Москве этого нет. Ну вот и все. А пища, вы сами видите, какая сливки. Это не какие-то добавки там еще попало. Свои. Дети всему учатся. Вот дети при нас все. Он посмотрел. И статью написал в собеседнике. Это журнал «Усмена» он прилагается. И говорит. Ни в одну командировку не ездил я с таким раздвоенным чувством. Я не знаю, говорит, теперь. Чтобы мне-то не попало. Но, Александр Саевич, вот вы пока думаете обустроить Россию, Солженицын пишет, а там ее уже обустроили. Поезжайте. Вы не зря съездите. Он увидел, у нас устав. Какие отношения. Ну, пьяных нету. Бутылкой никто не рассчитывается. Двери не закрываются. Палочкой под пер и пошел. А когда посторонние едут, они у нас улицы все сметают. И эти баллоны, и канистры, и решетки алюминия все утащат. Нам еще пример. Живите в Боге. А нас вечность ждет. Вот интересно, если у вас время есть, Иоанн Затаус говорит, вот как узнать, суд Божий будет или нет. Он говорит, очень просто. Я спрашиваю человека, ты веришь, что Бог справедливый? Ну, конечно. А на земле есть справедливость? Да нигде ее нету. Разбойник царствует, убил десятерых и живет. Награбил. Он говорит, значит, вы согласны. А Бог справедливый. А справедливости нет. Значит, что? Значит, она в другом месте где-то должна быть. Справедливость. Несомненно, что Бог справедливый. Значит, будет суд Божий на перстике разврата, как Лермонтов писал. Можно я его снимать буду? Снимайте, снимайте. Да? Можно? Да. Мы тоже снимаем. У нас все в интернет выставляется. Вы себя можете увидеть дней через десять на нашем Ютубе. Хорошо. Мы говорим о хорошем. Мне понравился у вас вот очень хороший, открытый, честный взгляд, честные глаза. А это ваш сын, да? Да, это мой духовный сын. Духовный. Вы мне сколько лет дадите? Вам, ну, шестьдесят пять. Восемьдесят. Восемьдесят. Так я прошел пять тюрьм и лагерь. За слово Божие меня жали. Меня двадцать шесть лет только мучила психиатрия. А я после этого, у меня вышло тридцать восемь томов только книг. Мы путешествие сделали. Я книги дарил в библиотеке. Все комплекты. От Барнаула до Владивостока. Потом прошли до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. Такую поездку нельзя совершить. Прошли Турцию, Север. Шестьсот пятьдесят городов посетили. Сто двадцать тысяч километров намотали. И везде дарили. Везде выступали. Почему? Я верующий. И меня Бог послал. Говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Все твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А где я могу посмотреть вот ваш канал? Вот он. Назовите его во свете Библии открытым оком. Название его. На ютубе. На ютубе. На ютубе. Ну и добавьте Игнатий Лапкин. Повторяю, четырнадцать тысяч роликов наших, не чужих. Там все. И как я проповедую. И как мы строим деревню. Как лагерь. Я в пяти университетах одновременно преподавал. Во всех отделах милиции, городском УВД. Три радиопрограммы. То есть у меня очень широкий охват. Во всех воинских частях, заводах, фабриках, школах. Это Бог мне дал. Я в армии был. Я не знал о Христе. Но я уже стремился ко всему. Изучал языки, политические системы мира. Мои годы в морфлоте дольше служили. Даром не прошли. Я оттуда вышел вооруженный. Но только там я посмотрел фильм «Отверженное». Пафрунсус Келезмерабра. И Викторий Гуго. И я увидел, он говорит, разве не было другой задачи. Спасти не жизнь, но душу. Меня прошибло это. А я с детства знал, что Бог есть. И когда после армии я опять работал во флоте. И там во флоте, и на гражданке. И в это время в руки мне попала Библия. То есть Новый Завет. И уже минут через десять я был на коленях. Когда я встал, я это другой человек. У меня совершенно другая жизнь началась. Я только лоцманский корабль подошел. Сейчас через пашборд перешагнул. И сразу говорю, мы живем неправильно. Бог дал жизнь нашу, а мы как ее прожигаем здесь? Я никогда не пил так. А теперь в рот не беру мяса, там не едим. У нас немного на расходы. Вот мне давали характеристику. Я в высшем мореходном училище учусь. То есть там я член судового комитета, авторитетный. В каком городе? Я в Венсплосе был в это время. Ри это, Латвия. Вот. Значит, хорошая характеристика. А как только я уверовал, мне характеристику дают, что я никакого авторитета не имею. Я заблудился на религиозном болоте. До того интересно. А я один и тот же, только я уверовал. И поэтому я людям могу сказать, быть верующим беспроигрышно. Вот я разговариваю, допустим, с человеком. Я говорю, ты как считаешь, я верю? Да дурак ты, что веришь-то. Зачем это нужно, когда Бога нету? Я говорю, давай так, договоримся рано. Мы в поезде едем. Вот ты неверующий, правильно я понял? Да, я атеист. Моя верующая. Давай, ты будешь пять минут прав. А потом я буду пять минут прав. Давай так, беседовать. Но ты не забывай. Итак, правы вы. Говорите, что я проиграл? Ну ты вот, нет, ну что я проиграл? Что у тебя есть, чего у меня нету? Ты куришь, я не курю. Кто выиграл? Нет, даже ты прав. Бога нету. Но я что проиграл? Так, ты какой раз женатый? Ну я третий раз. У меня одна жена, мне не надо другого. Ты пьешь, я не пью. На работе какой? Мне не дают работать. Я прораб. И поэтому я должен все специальности для тебя. Плотник, кровельщик, стекольщик и печник 40 лет. У меня выработка всегда была 280-300 процентов. Я неукротимый в работе был. Что я проиграл? Ты когда в библиотеке был, тогда интернета не было. Никогда. А я тебе скажу, сколько я прочитал. Это примерно шесть университетов надо. Я самостоятельно изучаю разные языки и на них разговариваю. У тебя нету. Так, все. Я ничего не проиграл. Просто я дурак в твоих глазах. Но для себя я не дурак. Теперь я прав. Бог есть. Есть суд. Ты не веришь. Ты будешь в аду. Ты все проиграл. Все. Абсолютно. И в этой жизни у тебя ничего нету. И там тебе ничего не светит. А я иду на это. Смерть не смерть. Мне это не... Развеси нету. Говорили в Чечню не ездить. И головы режут. А мы были в Чечне. Самые хорошие остались впечатления. Как нас принимали? Шесть мусульманских республик. Турцию прошли. И везде принимали они. В доме мулы ночевали в Баку. Пошли в мечеть. У нас прекрасные отношения со всеми. А почему я с Богом? Я легко отступаю, если это не главное. Он мусульманин. У него священная книга. Для меня табу. Я не называю Аллах. Мухаммад. Коран. Три слова исключаю. Меня Господь мой послал Евангелие проповедовать. Но не опровергать Коран. А о Коране у меня написан один том. 26-й том. Нет. 18-й. Я его разбираю по сурам и аятам. И все, что о них сказано было за 1300 лет. Я с любым мулой беседую. И он думает, что я какой-то медрест там окончил. Высшая школа. Почему? Мне это интересно. Интересно и полезно. Поэтому мы сегодня пришли вот в эту яму. На эту рулетку. Это отходы. Здесь дно адово. Все раздетые и блудят. И открыто показывают. Регистрироваться не надо. Попадает ли же пару человек нормальных попадается? Нормальные примерно 1 на 100. Я статистику вывел. Нормально чуть-чуть записать. 1 на 30. А чтобы говорил... Вас двое, и я уже три. Ну, уже три. У нас были такие. Мы молились перед тем, как сегодня прийти. И Господь вас послал. У вас вопросы есть? Какие-нибудь духовные? Нет, вы меня много шарашили. Как-то я не могу задать сейчас вопрос. Ну, ничего. Очень интересно с вами беседовать. Очень интересные люди. Я еще раз повторю. Открытый взгляд у вас. Хорошие это. Искренние слова говорите. Все это вам веришь, вам веришь. Вот вы зайдете на наш Ютуб и увидите... Обязательно зайду, да. И на Ютубе увидите. Почти первые ролики идут. В такое время редко встретишь таких людей, открытых, искренних, которые, да, действительно говорят искренне. Им просто на слово веришь. В этой рулетке считают старейшим, 80 лет. Так я блогер. У меня ресурсы какие? Ресурсы. Ну, правда. Надо, да, не отставать от жизни, использовать эти все средства. Да. И когда зайдете, вы увидите, к нам приезжает митрополит алтайский. И у нас служит. А мы отдельно от них. Мы не принадлежим московской патриархии, а к русской православной церкви зарубежной. То есть та, которая в эмиграции оказалась. Сарская. Это староверы, да? Я, может, не понимаю. Нет, мы не староверы, но и староверы. Наши корни. Оттуда мы. А мы православные. Но у нас близкие отношения с патриархией. И патриарший приезжает, и митрополит у нас служит. Вы увидите, как одеты женщины, как мужчины. У нас строгий порядок. Сотовый. Сейчас, минутка. Слава Иисусу Христу. Так, операцию сделали, нет? Нет. Когда делают? Завтра готовят меня. Все. Вопросы есть? Нет. Все с Богом. Мы тебя помним, молимся. Человека взяли на операцию. Все. Он на контроле. К нему идут. Они верующие. Я вот в университете, в пяти университетах вел одновременно занятия. И вот я с темы на темы перехожу. Но это интересно. И вот студент один. Долго не было на занятиях. Потом пришел. Я говорю, а где ты был? Так я в больнице лежал. В больнице? А кто тебя посещал? Никто. Как же так? У нас вот сестра одна попала в больницу. И врачи говорят, сколько больниц стоит, столько посетителей не было. Каждый день до двадцати человек. И при том совершенно разные люди. Я говорю, а ты кого посещал в больнице? Я? Нет. А, ну понятно. Что сеешь, то и жнешь. Вот я про себя скажу. Мне операцию сделал. Это Бог так сделал. У меня на позвоночнике три грыжи. Потому что когда несешь рельсы, шпалы, то кто-то проседает. А я держу, и на мне уже два груза. И раздавило между этими позвоночные хрящи. Я не знаю, что такое. Да. И мне операцию делал доктор медицинских наук. Шойхет Яков Нахманович. Еврей. Замгубернатора. Ну, я в больнице. И в реанимацию меня после операции. Я глаза открыл. Смотрю, губернатор края стоит. Врач и делегация из Германии. А они пошли и попали как раз на меня. Они и ко мне они пришли. Но главное, справляется о здоровье и прочее. Я говорю, так вот, если бы ты знался с верующими. Тебя посещали. А он лежал. А как ты? Да были в горах. У меня тяжелый рюкзак. Он меня опрокинул. И я пошел под гору с рюкзаком. Вот так. Верующий во всех ситуациях беспроигрышно. Я принимаю как от Бога. Вот я еще ни одной таблетки не съел. Мне это не надо. Во-первых, модифицированную разную пищу, я тут тоже никакой там сои не употребляю. У нас из деревни там что-то привозят, покупаем и все. Но остальное тут мука сами стряпаем. Для Бога, когда ты живешь, у тебя столько друзей, столько врагов. Когда зайдете на наш форум, и там поется такое гимн составленный. Сколько друзей, сколько врагов. У меня стихотворение написано. 3467 по 9 куплетов. И ни в одном куплете нету помарки. Я пишу их с чистого листа. 86 стихотворений, положенные на музыку, они исполняются. День Победы. Если зарядите, День Победы. И напишите Игнатий Лапкин. И там увидите наш хор поет. Мне одна сказала, я говорю... Вы меня очень заинтересовали, да. Да. И вот у меня стихи, это 4 тома по 800 страниц. И у каждой эпиграф из Библии. Понимаете, Бог дает. Это нельзя так. Если преподаю студентам, я говорю, вот следующий месяц на все ваши вопросы я буду отвечать согласно Библии по три стихи. Это 300 томов. Согласно канонам церкви 719. И жития святых 1173 биографии. Но буду отвечать одновременно, что сказали русские поэты, 300 поэтов, 300, за 300 лет. Конкретно по этой тематике. По каждому вопросу 6 поэтов. По каждому вопросу 6 поэтов с библейским эпиграфом. Это чего стоит? Для этих книг, если библиотекарь не смотрит, в один день сметают сразу. Хоть сколько заплатят. Потому что их можно сейчас у меня выписывать даже. Кто желает там. Мы недавно только отправляли там в Латвию. Через Латвию в Англию пересылают. Мы в Шотландии, в Ирландию, в самой Великобритании. Везде, везде, везде проехали. Подарили. Книги написаны в пророческом духе. Пора прощаться с вами. Спасибо вам за разговор. Храни вас Господь. Как вас звать? Всего доброго. Всего доброго. Здоровья вам. Здоровья. Звать как вас? Меня Олег зовут. Да благословит Господь Олега. Спасибо. Спасибо. С Богом. Отвечать просто. Да. Спасибо. Всего доброго. Мы говорим «спаси Христос». Не «спасибо», а «спаси Христос». Спасибо. По славу Божию. Да. До свидания. До свидания. Слава Богу. Слава Христу! Все.